Здравствуйте, меня зовут Светлана. Сегодня тема нашего ролика это закладка инкубационного яйца. Природа внесла свои коррективы. Я хотела заложить, конечно, чуть-чуть попозже. Но так как погода стала плюсовая, природа заставила курочек входить в линьку. А вы сами знаете, линька это значит потеря яйценосности. Не совсем, но то, что мне надо, они теряют. Вот эти яйца я собирала 4-4 суток. Они хранились в прохладе у меня. Вот, в коробках вот в таких поконавленных я кладу. Вот, я их не мыла все, я только стерла где-то самые-самые грязные. Потому что яйца более-менее чистые. Вот, и с нынешней повесткой дня я закладываю свое яйцо. Почему? Потому что в связи с санкциями, которые ввели наши друзья, можно сказать, Италия, Чехия, Канада. А яйцо у нас в основном Чехия, Канада, Индюк именно Канада и Франция. Мы можем не получить этого яйца. И чтобы как-то возобновить свое премия, вот даже тех же доминантов, я закладываю свое яйцо. Яйцо у меня, конечно, было заказано на апрель, потому что было уже к теплушку. Но я сегодня связалась с своим продавцом и сказала, ничего неизвестно. Вопрос будет решен на этой неделе, но дальше все теперь очень непредсказуемо. Вот, поэтому я закладываю свое яйцо. Да, кто-то скажет, там поместный, да. У меня тут и доминанты, и порода все поместные птицы. Но петухи, как вы знаете, мне вообще, как говорится, без разницы, какой он поместный, не поместный, лишь бы он был массой, и мне пошел в суп. Курочки тоже, потому что доминанты, получается, скрещенные несколько линий. Вот, в конце концов, что-то должно выстрелить. Я вам покажу весь период инкубации, что у меня получится. Здесь или горны поместные, вот. И помесь петуха с русской хохлатой, вот. Чистые там есть уж несколько штук. И посмотрим, что в конце получится. И многие давали комментарии, что ничего хорошего. Но давайте, я это как мой эксперимент. Мы посмотрим полностью весь свой этап, что из них вылупится, сколько петушков, как они будут развиваться, и как они потом занесутся. Вот. Сейчас у меня инкубатор уже прогревается. Я начинаю закладывать яйцо. Температурный режим у меня уже там выложен. Я пользуюсь только этим температурным режимом. Температура сейчас 38 инкубаторей, влажность 60. Все уже налито, все уже готово к закладке яйца. Так что вот такая ситуация сложилась у нас сейчас на рынке. И не могу сказать, что мы получим и бройлера чехов, и индюков Канаду. Конечно, будем делать, продавцы будут делать все возможное. Ведь это инкубационное яйцо. У него период хранения очень маленький. Оно покупается евро-доллар, и это не рубли. Оно и так в этом году чуть-чуть скакануло. А сейчас, так как вы сами знаете, евро и доллар поднялся. Вернее, неизвестно, что будет. Поэтому я хотела заложить, но вот подтолкнулась на закладку своего яйца. Вот мы заложили яйцо. Видите, у меня с губками. Может, кто-то скажет, что это устарелый метод. Но мне так нравится. Сейчас есть новые уже инкубаторы, где яйцо сразу вставляется в свою ячейку. Но у нас вот этот инкубатор, блиц, кто кому как нравится, можете купить новый. Но мне нравится эта процедура. Когда надо положить яйца, то есть когда отключается поворот, он отключается на 19-е сутки. И много вопросов задают, уже мы не охлаждаем. Мы должны сохранить температуру и влажность. Больше всего здесь играет влажность. Потому что это не курица, это не естественный способ природы. Нам надо сохранить влажность, чтобы была влажная, чтобы шкорлупа хорошо птенец мог ее разврызть, можно сказать так. И чтобы пленочка не прилипала. И чтобы птенец, когда выходил из яйца, он не становился совсем сухим. Потому что если он сразу вылезет в яйца, в яйце же он влажный, он сразу покрывается такой пленочкой. И кожа у него становится плохо дышать. Поэтому надо, чтобы была влажная, чтобы птенец стал обсыхать и становился вот таким пушистеньким, красивеньким и желтеньким, каким вы его должны уже увидеть. Вот. Так что не забывайте. Да, еще один очень важный момент. Если вы ставите яйцо, какое бы вы не ставили на инкубацию яйцо свое, покупное, не забывайте про аккумулятор. Потому что свет, как говорится, все у нас идет с периодичностью. У нас в том году у девчат не поставили инкубатор. И уже на 18-й день все, яйцо дальше не пошло. Как говорится, они там вылупились, но были плохие. Я специально у нас куплю аккумулятор именно для инкубаторов. Сейчас будет стоять один инкубатор. Потом будет закладываться. Сейчас собираю перепелиное яйцо. Потому что, говорю, вот так изменилась ситуация, изменилась сама природа и меняется наша жизнь. И чтобы подстраховаться, мы будем вводить сейчас, вот на данный момент, я увожу своих цыплят. Ну вот, прошло несколько дней, как мы заложили своих курочек поместных в инкубатор. И мы насобирали перепелиных яиц. Так как у меня два инкубатора. И чтобы не терять вот этот период весенней инкубации, так как я позвонила своему поставщику, и все-таки он меня очень сильно огорчил. То, что не будет в этом году, наверное, ни дюка, ни бройлера. И надо же как-то все равно двигаться дальше, не останавливаться. Мы перепелов, я возобновляю стадо. В том году я завозила полное стадо новой самцовой самок из хозяйства. И в этом году я закладываю свои перепела. Вот яички мы насобирали. Собирали мы четыре дня эти яички. На меня это яичек хватит. Мальчиков поедим лишних. Девочек пустим на яйценосность. Это техастое яйцо у них крупное. Вот, линия эта хорошая мне попалась. И поэтому мы закладываем свободный инкубатор перепелок, чтобы не потерять, как я уже сказала, вот это вот инкубационное время, когда у нас весна. Ну вот, мы заложили яйца перепелов. Я не считала, сколько у меня получилось. Все зашли, потому что здесь всегда заходит, конечно, больше, чем курина. Мой режим инкубации перепелов уже есть там у меня ролики. Вот, я буду показывать полностью, как они вылупятся. Дай бог, все по-хорошему. Яйца эти я перепелины не раскопирую. Конечно, курины я покажу. Мы раскопируем на девятый день. Раньше я, конечно, все не терпелась. Мне раньше на шестой день. Но все-таки там где-то цыпленочек побыстрее, где-то поменьше. На девятый день уже конкретно четко все видно, как говорится. И с девятого дня я начинаю проветривание куринов. Эта инкубация будет длиться 18-19 дней. И получится, что почти что в один период вылупятся яйца плята и перепелята. Все покажем, все расскажем. Так, будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу. Конечно, если будет работать еще YouTube. Но я надеюсь, что все-таки будет. Надежда умирает последней в нашей жизни. Так что пишите. Многие уже отзывы присылают мне свои, а инкубации цыплят. Что если все правильно соблюдать, то режим работает и у них. Потому что я говорю, я долго шла к этому режиму. Нашла его тоже в YouTube. Долго искавшись. Разные были у меня инкубационные режимы. Я все записывала. И вот пришла к такому режиму, который меня устраивает полностью. Так что смотрите, мои режимы инкубации. Там все есть и гусины. Утиного нету, потому что уток я в том году не закладывала. Закладывала в позатом году. Но так у меня есть режим утинах тоже инкубационного яйца. Так что пишите. Буду отвечать на ваши вопросы. Я думаю, я буду оставаться с вами на линии. Вот. Будем надеяться, что все у нас вернется к нашему рабочему режиму. Я буду выкладывать ролики. Буду помогать людям в период инкубации. Вот. Где-то у кого-то курочки что-то. Пытаюсь решить. Конечно, не всегда на расстоянии решается. Но все-таки люди довольны. Вот. Пытаюсь вылечивать курочек. Конечно, я не спец-спец специалист. Но все-таки пытаемся. Так что жду ваших вопросов. Продолжение следует.